Самолет совершил аварийную посадку, в результате загорелся левый двигатель и нижняя часть фюзеляжа. На борту судна почти сотня пассажиров, среди них дети и люди с ограниченными возможностями здоровья. К счастью, это просто легенда, имитация реальной истории. В Шереметьево провели учения для аварийно-спасательных команд аэропорта с участием Главного управления МЧС России, Следственного комитета, Министерства транспорта и других ведомств. Воссоздали реальное возгорание самолета. Цель – как можно быстрее эвакуировать людей, а пострадавших отдать в руки медиков. Не больше двух минут потребовалось спасателям, чтобы потушить пожар и эвакуировать людей. Сейчас мы видим завершающий этап тушения. Около 10 человек по замыслу спасли и доставили в терминал «Б» для оказания медицинской и психологической помощи. Для ликвидации аварии использовали самую современную технику. Эти пожарные машины развивают скорость до 80 км в час, а километровый участок преодолевают за 150 секунд. Самая главная цель данного учения – это отработать на практике планы взаимодействия и проведения аварийно-спасательных работ в аэропорте Шереметьево. Цели данного учения, вы видите, они достигнуты. Оценка положительная. Инструкции по поведению в чрезвычайных ситуациях пересматривают каждые пять лет. После теоретических обсуждений каждый пункт обязательно проверяют на практике.